Ну что ж, как всегда в 13.05 вас приветствует ваше любимое шоу «Универсальный формат». Меня зовут Юлия Север. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире М202 на 11.22. Если вы еще не выучили этот телефон, то записывайте, он вам понадобится сегодня, пригодится. Разыгрываем, как всегда, призы, ну и, конечно же, разговариваем на интересную тему. Вы сможете задать свои вопросы, выразить свое мнение, ну или просто передать приветы. В конце концов, уже пятница на дворе, а настроение уже должно быть предпраздничное. Выходные накануне, выходные августа, я думаю, у всех вызывают это улыбку. Так что делитесь своими эмоциями, делитесь своими какими-то приветами, поздравлениями, все, пожалуйста. На то и нужен прямой эфир. Ну и, конечно же, выражайте свое мнение по отношению к нашему сегодняшнему эфиру, нашей сегодняшней теме. Звучит она, кстати говоря, так. «Камера, мотор». Ну, конечно же, тема пойдет о кино, о фильмах. Кстати говоря, Самара, ну, пусть и не является столицей, не знаю, кинематографа, но все же здесь снималось немало интересных, знаменитых кинофильмов. Вот, к примеру, «Тимура и его команда», 1940 год, и снимался на Барбошиной поляне, и до сих пор, если хотите, быть может, сегодня вечером, включите, пересмотрите, можно что-то увидеть с Амарской земли, что-то такое знакомое своему сердцу, знакомое своему взгляду. Совсем скоро, точнее, уже начинаются подготовки к съемке фильма, называется он «Доставщик». Что это за фильм, кто же актер, кто режиссер, кто постановщик, как раз сейчас будем и узнавать. Встречайте, буду вас знакомить, рядышком со мной расположился Михаил Жуков, режиссер этого фильма. Здравствуйте, Михаил. Следующий по списку и соратник, плечом к плечу сидит, оператор, как он сам представляет, человек с камерой. Я так понимаю, Денис Коновалов, здравствуйте, Денис. Добрый день. Уже знакомый, уже наверняка, думаю, команда такая сложившаяся, правильно говорю, что плечом к плечу идете? Ну да. К одной цели, да? Да. Михаил подтверждает. Ну и следующее, это Николай Дронников, режиссер-постановщик, тоже, думаю, немаловажную роль исполняет, коль уж и режиссер, и постановщик, и все в одном лице, и рада вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Что ж, напомню еще раз нашим гостям, нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире, 202.11.22. Я думаю, вопросов не испугайтесь, ответите, с радостью вообще скажут, стать звездой киноэкранов. С удовольствием. Хорошо. Ну рассказывайте, что за фильм, и, собственно говоря, на каком этапе сейчас находится подготовка к съемкам, либо уже съемки. Давайте сначала о фильме. Идея фильма мне показалась интересной, как бы написать, потому что я лет в 15 увлекался историей Америки. Именно фильм про мафию, про гангстеров, начиная там с 30-х, когда зарождалась мафия, и вот сам фильм будет нести 60-70-х годов. Сценарий я писал где-то полгода. То есть вы не только режиссер, вы еще и сценарист. Да, я написал сценарий к своему фильму, и также его буду режиссировать. Слушайте, ну написали сценарий, вы так говорите спроста, а, так написал, сел сценарий. Мне кажется, вы знаете, скажите людям, то что вот возьми и придумай свой фильм. Где-то, может быть, идея и есть, а вот как вообще выглядит сценарий, как его написать, вообще долго рождался? Да, у меня первый опыт был в прошлом году, я как бы отснял первую свою работу короткометражную про себя и про своих друзей. Сценарий выглядел очень как бы сырой, и после своих уже долгих работ и работы над ошибками, уже как бы по сценарию начал писать по мировым стандартам, как это заложено. То есть какие сцены, какие актеры, речи, и где это будет происходить, это интерьер или улица. То есть это все так вот заложено, как, собственно говоря, читали мы какие-нибудь пьесы, да, знаменитых авторов, и там написано, описывается, это темно, пели, птицы поют, заходит кто-нибудь и начинает говорить. Да, чтобы можно было это понять, как это происходит, и чтобы можно было потом нарисовать раскадровку. Собственно говоря, чтобы и у оператора, и у актера сложилось целое представление. Да, чтобы мы знали, что будет происходить. Хорошо, ну давайте, смотрите, зачитаю, как вы описываете свой фильм. Начинающий гангстер, чтобы вернуть похищенный у него ценный груз, обращается к полицейскому, но оказывается в центре войны банд. Чтобы уцелеть, он вступает в смертельную схватку. Ну, заманчиво, интересно. Да, все верно. Интригующее, каких-то таких основных интересных моментов не открыто. Интригующее, просто завуалировано. Специально? Да, это как бы пишется логлайд, это в одно, в два предложения, то есть уместить главных героев, какие враги и что происходит. Ну и какая завязка, собственно говоря. Хорошо, вот идея придумана, придуман сценарий. Как дальше начинается поиск, собственно говоря, всей съемочной группы? Давайте сначала именно о съемочной группе, не о актерах, а актерском составе. В съемочную группу входит режиссер, режиссер-постановщик, главное, это еще оператор, ассистенты операторов, ассистенты режиссеров, гримеры, также пиротехники, те, кто дублирует актеров. Неужели в Самаре вот так вот легко идешь по улице и практически можно найти людей, которые занимаются, не знаю, постановкой, опять же, операторским делом? Ну, так идти по улице и как бы спросить, а ты вот умеешь снимать или нет? То есть он может сказать, да, умею, но как бы должен быть какой-то стаж. Хорошо. Перехожу к Денису, собственно говоря, как к оператору. Как вообще познакомились с Михаилом? Познакомились мы как? Я его нашел сам в социальной сети. Вот. И я как бы начинал, начинал снимать видео. Вот. Я учусь еще, кроме того, в культуре на фотограф-видеооператора. Вот. И как бы я с детства мечтал, там, что-нибудь снимать. Поначалу я там планировал делать видеоблоги, но как-то мне не пошло с этим. Вот. И перешел на другой уровень, что ли, как это сказать. Вот. И увидел рекламу доставщика. Вот. И написал, ну, там, тебе не нужен человек, там, с камерой. Если я вот могу то-то, то-то делать. Он сказал, ну, да, нужен. Ну, вот так оно все и пошло. Да. Как давно, кстати, собрали команду? Как давно? Ну, команду я начал собирать еще, ну, в начале этого года, когда я писал сценарий уже, когда я его доработал до конца. Актеров постепенно набирал, также искал операторов. Ну, как бы команда не так давно, где-то, может, с месяца назад, как бы. Уже полностью устоялась? Ну, да, уже полностью. Собрано. Хорошо. Николай, рассказывайте, пожалуйста, вашу историю. Как, собственно говоря, отнеслись к идее создания фильма в Самаре? Ну, вообще, в принципе, я всегда искал что-то подобное. У нас, как бы, да, в городе, ну, человеку там без какого-то актерского образования сложно что-то найти. Но у всех у нас есть куча нераскрытых талантов. И вот Мишин конкретный сюжет меня зацепил тем, что это классика, это про гангстеров, это боевик, это круто. Вот. Познакомились мы тоже в соцсети с ним. Он делал объявление, нужна была машина такая, ретро, так скажем, 70-х, 60-х годов. Вот у меня как раз такая машина есть. И я откликнулся на его объявление. Мы списались, познакомились, и тут выяснилось то, что, как бы, мой опыт еще в постановке каких-либо там сцен может пригодиться для снятия этого фильма замечательного. А опыт постановки сцен с чем связан? Когда приходилось уже? Ну, у меня есть такой смешной опыт молодых лет, там, в районе, там, 5-6 класса мы с ребятами баловались, снимали всякие смешные ролики, ну, такие веселые. Вот. И в основном всегда я, как бы, либо снимал, либо ставил эту сценку. Вот. То есть, ну, как-то так. Слушайте, ну, всегда таланты не могут быть напрасны. Если уже где-то, где-то, когда-то это промелькнуло, то где-нибудь, да и пригодится потом в будущем. Вот, пожалуйста, доказательство того. В шестом классе баловались какими-нибудь такими интересными штуками, а сейчас уже выходите на целый фильм. Кстати, полнометражный, либо короткометражный? Короткометражный, наверное. Сколько примерно? Либо это вообще перед созданием фильма даже не планируется время? Нет, планируется, потому что сценарий пишется как раз по времени. То есть, наверное, одна страница сценария выходит на одну минуту. То есть, где-то 15 минут. 15 минут, 15 страниц. Это, как бы, легкая математика. И, собственно говоря, посчитали ваш труд, я имею в виду, в бумажном эквиваленте. Хорошо. Так, ну, как всегда, на телеканале Самара ГИС в универсальном формате принято какие-нибудь интересные вставочки делать, сюжеты, опросы. Очень любим мы опросы наших жителей города Самары. Вот как раз с таким вопросом к ним обратились. С каким мультипликационным героем вы себя ассоциируете? Хочу с таким же аналогичным вопросом обратиться и к вам. Есть, вот, кстати, мультики-то любите? Не только же кино про гастров? Ну, да, конечно. Это отлично. Ну, мультики почему-то больше советские вспоминаются. Советские, да. Да, ну, с кем себя ассоциирую, я вот так, наверное, сразу сходу затрудняюсь ответить. Наверное, с Удавом из мультика про Маугли. Про Маугли. Да. Ну, 33 попугая, который... Ой. Ну, перепутал, но как бы, да, все помнят этот мультик. Просто он такой длинный, всегда и везде успевает, и много чего знает. Вот, не знаю, немножко... Он такой мудрый. Так, да. Хорошо. Михаил? Ну, ассоциация с мамонтенком, потому что в первом классе я выступал, как бы, особо не подготовлен был, и пел, как бы, в первом классе был одет, как бы, в такую шубу, и пел песенку про мамонтенка. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Да. Слушайте, это тоже замечательно. Тоже советский мультик. Денис? Ну, у меня нет такого конкретного примера. Ни советских мультиков, ни зарубежных. От каждого героя можно взять что-то свое. Ну, вот, поэтому я вам не назову никого. Не назовете. Хорошо. Абстрагировался. Давайте тогда посмотрим, что же, какого героя мультипликационного назвали жителя нашего города, с кем же тебя ассоциируют. Интересно? Мне тоже. Волкозн, ну, погоди. Почему именно он? Роднее, чем другие иностранные мультипликационные герои. А я вот очень давно мультики не смотрел, честно. Я даже не могу точно сказать. А какой любимый мультик? Да вот нет такого. Вот очень давно мультики не смотрел. Вообще почти не смотрел телевизор. Больше читал. А почему? Потому что не любите мультфильмы? Нет, я читал больше. Интереснее было читать на голове. А с литературным героем, может быть, есть какие-то ассоциации? Я себя больше с авторами, наверное, ассоциировал. Вот я в детстве читал. Артур Конном Дойле. Вот. Не только Шерлок Холмс, другие произведения. И читал Айзика Азимова, научную фантастику. Как бы ассоциировал с себя. Потому что там умные фразы говорились. Очень. Которые сейчас все цитируют. Ну, я это все детство прочитал. На мышку из Тома Джерри. Почему? Не знаю. Ну, какие-то общие черты. Мне просто несколько раз сказали, что я похож на мышку. Король лев. Я добрый. Симбой? Нет. Король. Просто король? Конечно. Не ассоциирую вообще ни с кем. А любимый мультипликационный герой? Нет. Нет таких. То есть мультики вообще не смотрите? Смотрю. Почему? Конечно, смотрю мультики. Многие мультики нравятся, но любимых героев нет. Может быть, какую-нибудь принцессу из диснеевских сказок, мультиков. Почему? Не знаю. Просто в детстве так и было. Так и сложилось впечатление. А какая принцесса самая любимая? Спящая красавица или Золушка, что-нибудь из этого. Набель из «Красавица и чудовища». А почему? Потому что она читает много книг? Не только. Потому что она влюбилась в душу, а не в то, как выглядит человек. То есть, мне кажется, душа – это самое честное, что есть. Внешность бывает обманчивая очень часто. Что ж, на сегодня мы говорим не о мультиках, а о фильмах. Между прочим, кстати, фильм о гангстерах, вот такой боевик, экшен. Ну и, конечно же, задаем свои вопросы. А, конечно, они тоже связаны с кинематографом. Какой фильм является первым фантастическим фильмом? Ну и варианты ответа для того, чтобы вам было как-нибудь полегче. «Пришествие марсиан», «Лунный камень», «Полет на Марс» либо «Путешествие на Луну». Ответите верно. Получится сертификат на 500 рублей в кабинет красоты Татьяны Храмовой. Так что давайте не ждите 202-11-22, набирайте эти цифры, дозванивайтесь к нам в эфир и отвечайте на наш несложный, кстати говоря, вопрос. Так, собственно говоря, мы узнали, что действительно полгода где-то, я так понимаю, шла вся подготовка. Сейчас на каком этапе фильма? Что снимается? Перешли ли к съемкам? Либо не перешли, либо сейчас только планируется, все вместе сидят, команда и как-то отсматривает что-то, может быть? У нас запланированы на завтра съемки, это как бы две сцены, даже может три. Это основная сцена, как главные герои между собой договариваются о Грузии. Это такой вот маленький ролик выйдет, тизер, где будет нарезка различных фрагментов, которые, возможно, будут в самом фильме. Угу. То есть завтра, скажем так, начало, старт съемочного. Да, завтра мы начинаем съемки для роликов, для тизеров, которые потом покажем зрителям и потенциальным спонсорам, которые у нас будут, чтобы они могли представить, что за фильм будет. Я так понимаю, вообще, Самара, пригодный ли город для съемок именно в стиле гангстеров, мафия? Где будете снимать? Ну, я так понимаю, что это, наверное, больше к режиссеру-постановщику и к оператору. Есть ли какие-то места такие? На самом деле это очень сложно, даже технически сложно, как минимум в антураже и, ну, банально та же техника, там, автомобили, оружие, одежды, вот это вот все из тех времен достать, в принципе, очень сложно. Но, мало того, как бы, если мы планируем вести съемки на улице города, соответственно, нужно будет выкручиваться так, чтобы не было видно таких современных вывесок и, там, современных автомобилей. То есть атмосферу придаст умелое пользование камерой, я так скажу. Умелые руки. Умелые руки. Ну, вы примерно понимаете, оцениваете, насколько это сложно? Конечно, разумеется. Разумеется. Слушайте, хорошо. Но я так понимаю, что все-таки, коль уж завтра выходные и завтра начинаются съемки, то, наверное, не вся ваша жизнь связана именно с киношным процессом, именно с постановками и так далее. Чем вы занимаетесь по жизни? Вот кто люди творческие в обычной реальной жизни? Я системный администратор, программист. Вот так вот. Вот представляете, творческая профессия, казалось бы, режиссера, да, очень органично связывается с профессией системного администратора. Отлично. Денис. Я студент, и помимо того, я снимаю свадьбы, заказные какие-то видео. То есть все-таки, так или иначе, профессиональная ваша деятельность, деятельность, хобби? Да, конечно. Я хочу этим заниматься всегда и зарабатывать на этом. Николай, чем же живет режиссер-постановщик? Ну, у меня небольшая организация, которая оказывает юридические услуги. Вот. Также сейчас продолжаю развиваться, то есть в новых направлениях. Ну, пока еще как бы не дошел до конца, поэтому не хочу говорить, что вдруг там измудится или что-то. Хорошо. Вот. А по хобби я занимаюсь хардболом. Может быть, кто-то слышал, кто-то знает. Нет, к сожалению, я не знаю, что это. Типотическая игра. Вот. И также люблю музыку. Пишу, пою и немножко иногда выступаю. Ну, совсем чуть-чуть. Отлично. Слушайте, ну, мне хочется... Я, кстати, обратила внимание на то, что наверняка увлекаетесь музыкой, потому что телезрители навряд ли видят ваш браслет, у вас браслет именно с гитарой. Поэтому я вот как-то могла догадаться интуитивно, ну, глядя на ваше украшение. Хочется обратиться к нашим телезрителям с призывом. Если вы хотите чем-то заниматься, если вы всегда хотели быть актером, режиссером, сценаристом, видите, никогда не поздно. Даже с профессиями, которые, казалось бы, с этим никак не увязываются, возможно. Даже, казалось, в городе, который с этим никогда не увязывается, да, потому что Самара все-таки, как я сказала, это не центр киноиндустрии. Но все равно возможно. Можно найти, можно что-то сделать. Все равно можно выкрутиться. Можно выкрутиться. Так, ну что ж, задавала вопрос для наших телезрителей, какой фильм является первым фантастическим фильмом? «Пришествие марсиан», «Лунный камень», «Полет на Марс», «Путешествие на Луну». Сертификат на 500 рублей в кабинет Татьяны Храмовой. Разыгрываем именно для вас. Поэтому, если хотите получить какую-нибудь косметическую процедуру для своего лица, либо тела, звоните, не стесняйтесь. Ну, а сейчас давайте посмотрим с вами сюжет про немое кино. Казалось бы, это кино минувших давно лет. Ну, нет, сейчас оно тоже возобновляется, только немножечко в другой окантовочке. Давайте посмотрим. Ну, прежде чем уйти на сюжет, у нас вот появился звонок, сейчас мне подсказывает наш режиссер. Как вас зовут, уважаемый телезритель? А, у меня зовут Светлана. Светлана, очень приятно, что вы к нам с таким бодрым, звонким голосом. Рассказывайте, какой же фильм, давайте сначала у вас является любимым, есть ли любимый жанр, фильм? Ну, люблю больше комедии наши, советские. Фильм девчата очень нравится. Девчата, ну, в случае, советские комедии, мне кажется, это практически можно выделять отдельным жанром. Не просто комедия, да, а советские комедии. Они все добрые, со смыслом и действительно с определенным каким-то своим юмором. Ну, совершенно верно, да. Можно всех назвать комедии и сказать, что они любимые. Какой же фильм является первым фантастическим фильмом? «Пришествие марсиан», «Лунный камень», «Полет на Марс» либо «Путешествие на Луну». Может быть, «Путешествие на Луну»? Слушайте, ну, может быть, у вас очень хорошая интуиция. В 1902 год режиссер Жорж Мильер поставил фильм «Путешествие на Луну», который считается первым фантастическим фильмом в истории кинематографа. Я вас поздравляю, сертификат достается именно вам. Ну, а мы смотрим сюжет про «Немое кино». Синтез настоящего и прошлого. Современная музыка и старая кинопленка. Организаторы проекта «Звук и экран» решили пойти на эксперимент и соединить, казалось бы, несовместимые. Эксперимент удался. Теперь каждый месяц в Музее Модерна звучит «Немое кино». Это такой, своего рода, уникальный проект. Не знаю, кто-нибудь повторял его. По-моему, до нас никак никто такого не делал. Смысл его в том, чтобы актуализировать модерн, внести как-то его в современную нашу жизнь. Мы показываем старое кино, кино, которому уже более ста лет, но под озвучку современных самарских музыкантов. И таким образом мы как бы вносим в это кино что-то современное. Эпоха «Немого кино» давно завершилась, но и сейчас многие любят эти беззвучные фильмы, ищут в них вдохновение, учатся на их примере. «Немое кино» остается эталоном максимальной красоты и таланта при минимальных возможностях. А благодаря современному музыкальному сопровождению эти фильмы приобретают новый смысл и новую аудиторию. Меня очень влекает эта эстетика старого кино. И поэтому, наверное, именно из-за этого я пошла. Постановка «Пиковой дамы» – это вообще такое произведение, то, что очень мистическое. А я люблю подобную тематику, и поэтому, наверное, это меня тоже завлекло сюда пойти. Музыка очень понравилась, очень необычная. Смотришь кино и живая музыка – это интересно. Смотрел и думаю, в принципе, что когда-то, наверное, в 1910 году кто-то тоже сидел, смотрел такие же люди. Проект «Звук и экран» доказал – желающих окунуться в чарующий мир немого кино немало. Ведь всегда интересно заглянуть в прошлое, заглянуть в то время, когда кино было понятно без слов. Музыка Ну и вот остановились на Самарском метрополитене. Ну и, конечно же, «Елки-3», который тоже прогремел. У нас здесь в Самаре множество интересных сюжетов. И на местном телевидении было снято про этот фильм-комедия. И, собственно говоря, большую часть фильма именно в Самаре, в нашем аэропорте, Курумыч, были засняты. Кстати говоря, еще «Площадь революции» вошла туда, «Особняк Клота», «Площадь Чапаева», «Ладья» и «Ракета». Вот так-то. Ну, совсем скоро в Самаре будет сниматься еще один фильм. Быть может, он тоже станет известен на всю нашу страну. Кстати говоря, хочется вам представить актеров, которые будут добиваться того, чтобы фильм стал интересным. Потому что, мне кажется, от мастерства актеров, от их игры зависит во множестве и успеха фильма. Согласны со мной? Давайте я вас буду представлять. Итак, у нас сегодня Руслан в гостях, актер. Ну и, собственно говоря, Дмитрий. Здравствуйте, Руслан и Дмитрий. Как вообще ваша актерская карьера началась? Актеры ли вы по призванию, либо актеры, может быть, по профессиональной своей деятельности? Актеры по призванию, это очень сложный вопрос. Я думаю, это будет проверено со временем. Понятно для зрителей, все-таки зрители должны решить. Да, конечно. Насчет профессиональной, я думаю, мы скорее все-таки дилетанты в этом плане. Но, если говорить конкретно про меня, то, конечно же, какие-то задатки еще со школьных времен. Да, это участие в КВН, не КВН, различная, скажем так, творческая самодеятельность. Сцену, публику не боитесь? Волнуемся перед сценой, но не боимся. Ну, это всегда, между прочим, как известно, у любого актера, который выходит на сцену, должно присутствовать волнение. Если не присутствует волнение, то все, необходимо уходить уже, наверное, на пенсию. Дмитрий, ваша история. Как вообще полюбили-то кинематограф, вообще полюбили ли кинематограф, либо только начинаете в него влюбляться? У меня история интересная. Где-то в феврале я записался впервые в жизни на актерские курсы театральные. Слушайте, интересно. Да. В конце весны я их закончил и услышал про ярмарку киновакансий, которая была в Самаре. В общем, я туда сходил, посмотрел, и среди представленных фильмов меня зацепил вот именно фильм Михаила. Его задумка, сюжет. И мне показалось, ребята интересные. Ребята интересные? Я думал, почему бы и нет? Слушайте, ну клево. Это вообще прям такая история. То есть, все-таки, если пошли на курсы актерского мастерства, где-то внутри, в душе, всегда как-то хотелось попробовать. Да, конечно. В этом. Хочу, кстати, сказать, что сегодня у нас такая мужская компания. Я нахожусь в мужской компании замечательных, прелестных молодых людей. Все-таки фильм больше о мужчин и для мужчин? Ну, по большей части, да. Будут мужчины, то есть, это гангстеры, федеральные агенты, полицейские. А как же леди в длинном платье? А также у нас и будут девушки. Они как бы должны скрасить такой мужской коллектив. И в фильме они сыграют тоже. Одну из главных ролей. Да. Ну, давайте теперь о ролях поговорим. Кто какую роль играет, уже есть. Потому что вот у Руслана, мне кажется, действительно, я не знаю, кого вы играете. Можно я предположу? Мне кажется, вы играете самого такого бандита, потому что у вас такой взгляд немножечко опасный. Так ли это? Именно так. Именно так. Слушайте, ну видите, как я угадала. Как, кстати, досталось роли? Сами выбирали? Либо как-то Михаил, либо, опять же, Николай, который постановщик, еще думали, кто какую роль будет играть? Хотелось бы еще добавить к предыдущему вопросу про мужской состав, скажем так. Да, давайте. Девушкам все время нравились плохие парни, я думаю, поэтому девушкам будет интересно посмотреть. Этот фильм все-таки интересен. Не только для мужчин. Конечно. А любовный треугольник, любовный интрига, быть может, будет? Я думаю, это уже в следующей серии, наверное. Хорошо, отлично. Вот так вот. Ну, действительно, нельзя раскрывать и выкладывать все карты на стол, потому что надо какую-то... Наш фильм будет распределяться на три коротконтражных фильма, и в каждом фильме будут переплетаться сюжеты. Слушайте, у вас там задумки-то вообще какие-то интересные. Хорошо, давайте о ролях. Чьи персонажи вам достались? Какие персонажи? У меня главная роль Роберт Томпсон. Именно тот самый главный, скажем так, начинающий гангстер, который находится на дне жизни, но пытается всплыть, скажем так, и почувствовать все самые красивые моменты жизни. Как мы познакомились с Михаилом, я увидел у своего знакомого, скажем так, пост на странице о том, что он играет роль. И, в общем-то, конечно же, всегда хотел сняться в фильме. В принципе, я, конечно, не претендовал на главную роль, но, я думаю, любой человек хотел бы. Где-то внутри, в душе. Хорошо. Давайте, Дмитрий, раскрывайте вы свои карты своего персонажа, опишите, подходит ли он вам? У меня персонаж... Либо необходимо полностью перевоплотиться? Ну, нет, я бы не сказал. У меня персонаж второстепенный, я являюсь напарником продажного полицейского, то есть я тоже, как бы, продажный полицейский. Не раскрывай всех карты. Вот. В принципе, я сам выбрал эту роль, потому что главную роль уже расхватали. Ну, сами выбрали, потому что близка, либо потому что понравилось, интересно сыграть? Мне интересно это отыграть, да, для себя. Как познакомились с Михаилом, как узнали о проекте? Опять же, социальная сеть? Нет, я упомянул уже об этом. То есть именно на вакансии? На ярмарке, на ярмарке, вакансии, да. Ну, по большей степени, я так понимаю, то, что и постановщики, и операторы так или иначе как-то связаны с вами были через интернет. И вот хочется узнать вообще у наших жителей города, а долго ли они могут жить без интернета? И вообще смогут ли обойтись без такого замечательного изобретения? Давайте посмотрим. Да, запросто неделю. Да. Потому что в основном интернет нужен для новостей. Я думаю, за неделю многое не изменяется. В интернете только в рабочее время. Пользуюсь в основном социальными сетями. Ищу какие-то новости. Новости города, новости мира. Проживу спокойно в нерабочее время. Ну, знаю, думаю, без интернета можно жить. Раньше как-то жили, там, книги читать, читали. Да и сейчас тоже можно читать книги вместо интернета. Ну, а сама каждый день пользуешься глобальной сетью? Вообще да. Но если отключить, то не страшно. Теперь живу как-нибудь. Я интернетом пользуюсь только в рабочее время, только специальными какими-то сайтами, которые нужны им непосредственно для работы. А без интернета, да, в принципе, мог прожить беспокойно. В интернете не все самое интересное. Самое интересное вокруг нас в жизни. Социальные сети не затягивают? Совершенно нет. Дома вечером, когда время есть, сижу. Когда нет, нет, не завишу. Лучше чем полезным заняться. Зависел, скажем так, ну, ничего, отвык. А сколько дней сможете без интернета? Да хоть сколько. Я думаю, можно прожить без интернета. Если такая будет необходимость, то без социальных сетей это вполне возможно. А насколько социальная сеть сейчас важна для нас? Ну, прежде всего, важна, чтобы общаться. Только для этого. Не могу я без интернета. Это связь, это информация, постоянные какие-то обновления СМИ, это музыка, это и телевидение, кино. Ну, то есть, все, без интернета невозможно. Без интернета невозможно, сказала последняя опрашиваемая. Ну, и, наверное, так же, как без программы универсальный формат. Ну, что разрешите, я так подумаю. Поэтому, если хотите к нам дозвониться в эфир, делайте это прямо сейчас. Тем более, сейчас мы с вами будем разыгрывать второй приз. Это именно билеты в кино. Ну, я думаю, очень логичный приз. Коль уж тема наша сегодня звучит именно как камера-мотор. Итак, вопрос звучит так. В каком году была создана первая киностудия будущего Голливуда Хорслис Кентавр Фильм Компани? 1924, 1905, 1918, либо 1911 год? Звоните, так или иначе, варианты ответа вам есть. Если вдруг не знаете, проверьте свою интуицию. 1, 2, 3, 4. Все возможно. Что ж, ну, у нас в студии сидят актеры. Фильм, который совсем скоро начнет уже сниматься. Ну, и режиссер Михаил. Итак, хочется у вас спросить. Коль уж я задала вопрос вашим коллегам. Кем же они являются в жизни, именно в обычной жизни? Да, я так понимаю, что актеры – это интересно, это какое-то хобби, тем более для вас. А чем занимаетесь? Творческая ли ваша профессия основная? Я считаю, что моя профессия творческая. Я программист. Программист? Это очень творческая профессия. Творческая? Конечно. Все-таки я, наверное, не права, если я считаю, что это в чем-то такая сухая профессия. Нет. Это не столько. Так, а Михаил и Дмитрий улыбнулись с таким, типа, эх, Юля, Юля, что же вы такое глупость-то говорите? Мне кажется, без творческой частички человек бы не смог написать никакую программу, потому что всегда нужно искать какие-то пути, обходы, решения. Для этого нужно воображение хорошее. Хорошо. Я не буду с вами спорить, потому что, к сожалению, от этой области я далека. Я являюсь, как сказать, непродвинутым юзером. Только интернет мне подвластен. В какой-то сфере я доверяю все-таки профессионалам. Хорошо. Руслан, рассказывайте, делитесь. Вы удивитесь, если я скажу, что я программист. Удивлюсь, конечно. Но я не программист. Хорошо. Я не люблю сидячий образ жизни. Я аниматор-ведущий. Аниматор-ведущий. Ну, то есть, все-таки есть у вас запал творчества. Конечно, конечно. Это сто процентов. Ну, слушайте, ну, это клево, хорошо. А вот если все-таки сейчас закрутят, завертят, быть может, что-нибудь еще будете продвигаться, я имею в виду, в актерском? С удовольствием. Мы всегда открыты к диалогу, к каким-либо предложениям. То есть, если сами что-то находим, конечно же, сами изъявляем желание. То есть, в этом плане мы готовы. Михаил, ну, сейчас наверняка многие телезрители, особенно телезрительницы, потому что у каждой девушки, ну, я уверяю, у каждой девушки где-то, когда-то, в какой-то период жизни была мечта стать актрисой, известной, звездой и так далее. Если сейчас девушки подумают, эх, хочется вот на съемки, сейчас уже, давайте скажем, закрыт актерский состав, набор, либо все-таки есть, не знаю, там, хотя бы можно принять, опять же, участие, там, я вон тот, 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 в левом ряду, пятый. Не, ну, конечно, у нас еще открыт кастинг, все равно, это люди на массовку, потому что в некоторых сценах должна быть атмосфера. Ну, также есть главные героини, также, если есть более лучшие кандидататоры, и эта девушка может сыграть лучше свою роль, мы, конечно, рассматриваем все предложения. То есть, в принципе, так-то рассматривайте. Хоть давайте не будем тешить напрасными иллюзиями наши телезрители, то, что так или иначе основной состав, он уже собран. Но, если вдруг хотите попробовать, хотите посмотреть хотя бы одним глазком на вот этот вот мир кинематографа, то можете принять участие. Кстати говоря, ну, действительно, киношные съемки даже от телевидения очень сильно отличаются, очень сильно отличаются. Хоть, в принципе, я как человек, работающий на телевидении, думаю, наши режиссеры меня в этом поддерживают и операторы. Какая-то, может быть, литература, какие-то интересные статьи, как вообще изучалось, вот, как все снимать, монтаж и так далее. Как ты изучалась с вами? Конечно, есть различные книги по сценарному искусству, по кинематографу. Сейчас назвать... Ну, конечно, сложно, я так понимаю, да. Потому что их много, но именно хороших их можно как бы пересчитать по пальцам. Ну, ты прям читал эти книги? Я частично читал, которые вот мне вот по сценарному искусству... Я думаю, все-таки все на практике. На практике отрабатывается. На своих ошибках. На своих ошибках учится. Это самый лучший способ обучения. В прошлом году первый фильм как бы я снял его, просмотрев этот фильм, ошибки уже видны. Фильм, да, вставщик, я так понимаю, что так или иначе сейчас все равно будут искаться и продюсеры, и спонсоры, вот. Но все же, ваша цель, на какую аудиторию показать? Только Самарская, только, опять же, для себя, быть может, снимаете? Либо хочется, опять же, интернет, помощь? Во-первых, мы снимаем и для себя, и для зрителей. Но также этот фильм, когда мы снимаем этот фильм, он выйдет в интернет, в свободном доступе будет открыт. И также этот фильм мы будем отправлять на различные международные кинофестивали. Слушайте, да, действительно, если короткометражные фильмы, очень любят их на кинофестивалях, жюри, что-нибудь такое смотреть. Как раз и хронометраж подходит. А дата выхода? Примерно, год хотя бы, давайте с вами... Примерно, год 2016. 2016. Вопрос Руслан задал. Ну, 2016, я думаю, вполне реально, возможно. Что ж, у нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Светлана, очень приятно. Не вы ли нам звонили-то недавно? Да, я рад. Вот видите, как я узнаю голоса. Решили собрать все подарки, все призы, я так понимаю, Светлана. Ну, очень хочется ответить на вопрос. Очень хочется ответить. Ну, видите, как вы любите кинематографа, как вы знаете про него много. Давайте, отвечайте. В каком же году? Может быть, это в 1911. Я не знаю, какая книга там у вас сейчас на столе лежит, что вы знаете все про кинематограф. Потому что наверняка история кинематографа у вас настольная книга, и вы это все знаете. Да, действительно, это верно. Первая киностудия была открыта Близ Лос-Анджелес в 1911 году, представляете, как давно. И в течение этого же года около него построены были множество-множество киностудий, а именно 15. Что ж, я вас поздравляю. Что ж, сначала отправляетесь вы в салон красоты, потом же идете в кино, вся красивая, интересная. Поэтому ловите призы, как их получить, ответим, расскажем вам за эфиром. 202.1.22, кстати говоря, у вас уже нет возможности получить какой-нибудь интересный подарок, но есть возможность задать вопрос нашим зрителям, ну или просто передать привет, поздравить нас всех с пятницы. Прекрасный день недели, кстати говоря, любимый для многих, я так понимаю, да? Так, ну мы обусловились, что в 2016 году примерно ожидать стоит его, опять же, интернет нам в помощь. Есть группа ВКонтакте, где есть все новости интересные какие-то, этапы съемок можно посмотреть, правильно? Всех пускаете в группу ВКонтакте? Либо у вас секретный клуб? Нет, она открыта для всех. Как у мафии какой-нибудь, нет? Нет, она открыта. Строго от 18. Строго от 18, открыта для всех. Кстати говоря, да, сейчас очень множество правовых вопросов возникает с теми или иными видеосъемками. Какой возраст, хочется спросить? Ну, возраст примерно... Или пока еще не думали, пока когда снимете, подумаете? Ну, если по сюжету и вообще по жанру, это где-то от 16 лет. 16 плюс, замечательно. Ну и сейчас все сталкиваются с правами авторского права, да? Будет ли писаться музыка специально, либо... У нас уже есть некоторые саундтреки, то есть авторы, они предоставляют, то есть авторские права... То есть композитор свой уже есть? Да. Отлично. Ну что ж, я вашей всей съемочной группе желаю творческих успехов, удачи. Надеюсь, будет интересно. Я вас верю. Зовите на премьеру, если такая будет. Хорошо? Да, будет премьера в кинотеатре, конечно. Будет премьера в кинотеатре. Все, спасибо большое, что это была программа «Универсальный формат». Я вам говорю до свидания. Пока-пока. Универсальный формат «Универсальный формат» – 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 «Универ